Новый имидж для четвероногих. Грумер Татьяна Коптяева в рамках года добровольчества, объявленного в России, делает на линмарских собак из приюта самыми красивыми и ухоженными. Как пес Миша обрел новый образ и получил шанс на счастливую жизнь, расскажет Любовь Пермякова. Видите, вот этого типа шерсти нету, вот этого белого. То есть собачка помогала себе как могла. Но, скорее всего, я так думаю, что у него были проблемы с шерстью, и именно поэтому его и выкинули. Излишняя лохматость или беспечность хозяев лишили собаки дома, нам неизвестно. Почему пес Миша оказался на улице, можно только догадываться. Сейчас он любимый обитатель приюта для животных. Попал он к нам, когда нас вызвали на отлов во время собачьей свадьбы. Вот он такой супер-жених, бегал, сразу в машинку за своей дамой забежал. Все шикарно, все замечательно. С тех пор живет у нас. Примерно, я даже не знаю, не помню точно, осенью, наверное, это было, скорее всего, да, с осени. Такой красивый, энергичный мальчик. Природа наградила четвероногого богатой шерстью, а вместе с ней и множеством проблем. Помочь Мишане вызвался профессиональный грумер или по-другому собачий стилист Татьяна Коптяева. Потому что это особый вид шерсти, который нужно тримминговать. То есть, вот она, вы видите, пушистость. На самом деле она мертвая. Абсолютно. Абсолютно. Назевает. Ему это приятно, потому что она чешется, доставляет ему массу беспокойств. И когда мы снимаем ее, вот мы ее еще сняли, через 2-3 месяца пойдет его остевой волос, вот этот, который ему будет как раз комфортен. По словам Татьяны, старая шерсть не только доставляет дискомфорт, но и может привести к различным паразитам и кожным заболеваниям. Процедура, надо сказать, не из легких. Учитывая размеры Михаила, его шикарную шевелюру займет около пяти часов. Но четвероногие, как истинный джентльмен, держатся стойко. Такая процедура для Михаила – это не только путь к здоровому образу жизни, но и возможность наладить личную жизнь. Такую собачку, мне кажется, не возьмут. А если я ее приберу, она будет почище, она будет, ее можно в постель будет брать после меня. Ни шерстинки, ничего не будет от этой собачки. Она не будет доставлять какой-то дискомфорт со своей шерстью, допустим. Плюс послушание. То есть, все это время, что она со мной проведет, это у нее будет курс послушания. То есть, она будет уже прислушиваться к людям. Пройдет несколько часов, и нам в телекомпанию позвонит грумер Татьяна. Перевоплощение одного из обитателей приюта завершено. Как изменился имидж Миши, мы пока еще не знаем. Вот он здесь, за этими дверями, ждет своего выхода. Давайте позовем его вместе и сами увидим. Миша! Миша, 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 Миша! Иди сюда, иди сюда, мой хороший. Ой, какой ты красивый, иди сюда! После груминга, помывки и модной стрижки Михаила трудно узнать. Несмотря на усталость, изрядно похорошевший четвероногий чувствует себя хорошо. Ведь сегодня ему не только провели необходимую процедуру, но и подарили так нехватавшего человеческого тепла. Любовь Пермякова, Ленин Шишелов, Телеканал «Север». Спасибо.